В эфире телеканала ТВ Ком вы смотрите международную информационную программу «Середина земли». Мы рассказываем новости соседних регионов и стран. В студии работает Галина Соболева. Здравствуйте. Коротко о том, что мы покажем сегодня. 108 курсантов в Иркутском техническом университете вновь открылась военная кафедра. Ожившая картина. Читинские студенты поучаствовали в инсталляции исторического события. 8 минут в Пхенчане. В Пекине завершают подготовку визитной карточки Олимпиады 2022 года. Единственная от Урала до Камчатки. Спустя 10 лет на базе Ирниту вновь открыта военная кафедра. Первые 108 курсантов уже получили погоны и в феврале приступят к занятиям. Тему продолжит моя коллега Анастасия Цыганкова. Среди тех, кто сегодня собрался в актовом зале Ирниту, первыми в глаза бросаются вот эти бравые ребята в форме. Это кадеты военной кафедры. Первый набор после 10-летнего перерыва 108 второкурсников. Сегодня в торжественной обстановке курсанты получают погоны. Это престижно. Это вновь через 10 лет у нас открывают набор на военную кафедру. Я решил поддержать традиции и вместе с ребятами служить. Сложно было стать одним из этих 108 лет? Да, нас проводили жестокие. Ну не жестокие, но достаточно тяжелые испытания физические. И на здоровье нас проверяли. Успеваемость сравнивали. Теперь это единственная военная кафедра от Красноярска до Камчатки. Как признаются почетные гости, момент действительно исторический. Впервые обучать здесь военной науке начали в 1930 году. Потом кафедра стала факультетом и работала вплоть до 2008 года. Факультет был большой. На факультете было две военных кафедры и восемь циклов. 54 офицера. Набор у нас был сейчас 108 человек, а мы набирали тысячу человек. Поэтому за все годы, которые были в факультете и военная кафедра, было выпущено более 20 тысяч офицеров запаса. Вот те самые выпускники. Например, мэр Иркутска Дмитрий Берников. Он окончил военную кафедру в 1980 году и признается, до сих пор хранит теплые воспоминания. Еще один офицер в запасе Сергей Брилко дает напутственные слова новобранцам. Обращаюсь к студентам. Уважаемые друзья, Суворов еще говорил, тяжело в учении, легко в бою. Я предлагаю вам и прошу вас, не бояться трудностей, если они будут у вас возникать в период вашего обучения на военной кафедре. Это все вам в жизни пригодится. К занятиям курсанты приступят уже в феврале. Обучаться будут по трем специальностям. Старший авиационный механик самолетов с реактивными, турбореактивными и турбовинтовыми двигателями. Старший механик радиосвязного оборудования самолетов и вертолетов. Командир отделения силовых и осветительных агрегатов. Спустя полтора года эти курсанты получат звание офицеров. Создание службы ранней помощи детям с нарушением психического развития стартовало в Приангарии. Проект Фонда наследия иркутских меценатов получил одобрение в виде президентского гранта. Чему будут учить специалистов? На первом занятии побывала наша съемочная группа. Я работала врачом-неврологом. Стаж работы в 19 лет. С детьми от 0 до 5 лет. Дети у нас различные патологии. Центральная нервная система. И вот сейчас буду заведующей отделением. Конечно, у меня такой запрос, как мне организовать свою работу. Свой вопрос опытный врач задает на первом дне обучения. Сегодня здесь педагоги, детские психологи, узкие специалисты. Программа Фонда иркутских меценатов «Особые дети рядом» одобрена президентским грантом в 4 миллиона 300 тысяч рублей. И сегодня собирает первых слушателей. Уже несколько лет Фонд занимается с малышами с проблемами ментального развития. Это такие тяжелые заболевания, как аутизм, синдром Дауна, детский церебральный паралич. Когда семья попадает в такую ситуацию, ей ставят ребеночку определенный диагноз. И когда они оказываются абсолютно без этого маршрутного листа, они не понимают, как им действовать, куда идти. И вот оказываются в таком вакууме. Не важно, там у ребеночка нарушения по слуху, может быть, по зрению. Или какие-то вот такие достаточно серьезные генетические нарушения. То очень часто они оказываются именно вот без обозначения, как же им действовать дальше. Как действовать дальше, расскажут эксперты из Санкт-Петербурга. Специалисты Института раннего вмешательства проведут шесть обучающих блоков для педагогов. Наша задача, чтобы вы после первого модуля уже смогли практически пойти, что называется, на пол и руками начать применять эту технологию. В этой аудитории представители региональных министерств социальной защиты, здравоохранения и образования. Программа направлена на раннюю диагностику заболевания у детей до трех лет. Специалисты, прошедшие обучение, смогут профессионально помогать и поддерживать особые семьи. Это специальная технология, это новое направление для России, это новая специальность, специалист по ранней помощи. И мы обучаем команды специалистов, потому что это междисциплинарная командная работа. Именно работе по такой технологии, когда в семье рождается ребеночек, у родителей возникают вопросы, что с ним, как он развивается. И они могут обратиться в такую службу. Такие службы уже успешно работают в Перми, Екатеринбурге, Красноярске, Улан-Удэ и других регионах. Однако пока это не единая система, а лишь локальные организации. Сегодня в Министерстве труда и социальной защиты России готовится законодательная база, на основании которой такие службы будут открываться по всей стране. Я передаю слово журналистам из Забайкальского края. В студии Читы об интересных событиях региона расскажет Екатерина Станиславская. Здравствуйте, коллега. Читинским подросткам разрешили выбирать территории для благоустройства. Участвовать в голосовании на 2018 и 2019 годы теперь смогут горожане возрасте от 14 лет. Расскажите, когда закончится прием заявок и сколько территорий уже включены в список. Здравствуйте, Галина. На данный момент в перечень для голосования включено 29 общественных территорий. Это площади, скверы и парки. До 9 февраля горожане могут предлагать свои варианты, либо вносить предложения по благоустройству уже названных территорий. Предварительные голоса будут учтены при выборе 10 территорий, которые войдут в бюллетени для голосования. И к другим темам. 18 миллионов из регионального бюджета затрачено на строительство дома в Маковеево, где получили новые квартиры 13 семей. Дом полностью готов к проживанию. В квартирах есть сантехника, обои и электропечи. 70-летняя пенсионерка Татьяна Климова полжизни 35 лет проработала на Маковейской птицефабрике. Еще в 80-х, как водится временно, ненадолго вселилась в неблагоустроенный барак и провела в нем четыре десятка лет. И вот сегодня, наконец, новое жилье. Там ни воды не было, холодно всегда было. Топили печки сами. А теперь нам дали благоустроенную квартиру. Большое спасибо. Двухэтажный дом, в который вселились сегодня 13 семей, построен по региональной адресной программе. Позволило обеспечить нормальным жильем почти всех маковеевцев. Осталось переселить 6 семей. Если, конечно, программа будет продолжена, программа будет продолжена в следующем году, в каком она будет виде, мы ее еще не знаем. И нам правительство еще забыть, расскажет, но это возможно, что те семьи тоже будут переселять. Олеся Горковенко вспоминает, что один из маковейских бараков построен в 1892 году. Теперь вместе с дочками она будет жить в светлой, уже оклеенной обоими квартире. Рядом детский сад, школа и больница. Мы очень довольны. Мы уже сейчас прямо качуем. У нас уже все на стреме. Мы сегодня уже планируем ночевать здесь. Это главное завершение праздничной суматохи, потому что нет ничего лучше, чем ночевать в собственном новом доме. Ирина Трофимова, Андрей Шаронов, Середина земли, Забайкальский край. В Забайкальском краеведческом музее имени Кузнецова оживили картину. Студенты решили поучаствовать в инсталляции исторического события, связанного с молодежью 20-х годов прошлого столетия. Что из этого получилось, расскажем далее. Сотрудники краеведческого музея имени Кузнецова решили оживить полотно под названием «Выступление Ленина на Третьем съезде комсомола», написанное в 50-х годах. Владимир Ленин изображен в окружении советского народа. Здесь и крестьяне, и красноармейцы, и моряки. Вместе они крепкий советский комсомол. Каковы основные задачи строительства в целом социалистической республики? На этом вопросе следует остановиться, что на известном смысле можно сказать, что именно молодежи предстоит настоящая задача создания коммунистического общества. В этом году исполняется юбилей создания комсомола. Ну и вообще эксперимент весьма интересный, потому что сотрудники музея решили испробовать новые формы работы, которые сочетали бы и фотографию, и видеографию, и какие-то элементы сценического искусства. Те слова, которые он тогда произносил, во многом актуальны и по сей день, что нужно учитывать прошлое, преобразовывать его, совершенствовать, и благодаря этому двигаться к цели вперед. Тогда была цель коммунизма. Эту картину в 1950 году с авторами написал Борис Йоганссон. Картина удостоена государственной премии СССР и сейчас находится в Третьяковской галерее. Воссоздать сцену оказалось непросто. Хорошо, что в распоряжении музея нашлись предметы интерьера того времени. Активно помогали и студенты-волонтеры. Я решил участвовать, потому что мне было интересно. В первую очередь интересно сохранение нашей истории, потому что в данное время это очень важно. Я считаю, что нужно помнить свою историю, особенно своей страны, своей родины. Нашим техниками мы помогаем и волонтерам, и этому музею. Не в первый раз уже. И всем отрядом почти что в полном составе музея сейчас. В итоге получилось очень достойно. Все, кто участвовал в эксперименте, остались довольны. А сотрудники музея пообещали, что еще не раз организуют подобный флешмоб. Тамара Ванфули, Светлана Тулунова, Влад Шатилов, Середина Земли, Забайкальский край. В программе «Середина Земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Китая. Они уже с нами на связи. Здравствуйте. О чем вы готовы рассказать нам сегодня? Здравствуйте. Конечно, мы готовы рассказать о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В студии Василий Паршута. Южно-корейский Пхенчхан готовится к открытию зимних олимпийских игр. Тем временем в Китае все внимание их закрытию. Пекин будет принимать Белую Олимпиаду 2022 года. По традиции на церемонии закрытия игр презентуют столицу следующих. Визитку Пекина для гостей Пхенчхана и миллионов телезрителей готовит известный китайский кинорежиссер Джан Имоу. В 8 минут Китая в Пхенчхане. Китайские специалисты завершают подготовку визитной карточки Пекина на церемонии закрытия зимних олимпийских игр в Республике Корея. Китай хозяин Белой Олимпиады 2022 года. По традиции страна, которая принимает эстафету игр, презентует их в ходе восьмиминутного представления. Задача не из простых, отмечает режиссер Джан Имоу. В подготовке олимпийских шоу он, впрочем, не новичок. Известный кинорежиссер был главным постановщиком церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Не впервой для него рассказывать о китайской столице и формате восьмиминутного выступления. Когда мне предложили эту работу, я долго сомневался, стоит ли из-за нее браться. Казалось бы, всего 8 минут, но требования к такому шоу очень высокие. К тому же, за спиной у меня закрытие Олимпийских игр в Афинах 2004 года. Мы тогда тоже презентовали Пекин, и помнится, недовольных зрителей было немало. Народная музыка, ушу, пекинская опера. В 2004-м команда Джан Имоу делала ставку на разнообразие номеров визитки. На этот раз решили действовать от обратного. Никакой скученности артистов и только самое важное, самое китайское. За эти годы мы многому научились и постарались применить все свои знания в этой презентации. Мы хотим рассказать о научных достижениях Китая, но главное – это, конечно, приглашение гостей со всего мира в Пекин, в Джанзиакоу, в Китай на зимние Олимпийские игры 2022 года. Примечательно также, что церемония закрытия пройдет во время празднования Нового года по лунному календарю. Эта особенность тоже нашла отражение в сценарии. Увидеть результат усилий десятков китайских специалистов можно будет 25 февраля. Репетиции артистов продолжаются. Оборудование, которое планируется использовать во время представления, протестировано в условиях 20-градусных морозов и уже готово к отправке в Пхенчан. Археологический прорыв в Китае. После четырех лет раскопок эксперты обнаружили остатки даосского храма в провинции Дзянси. По предварительным данным, дворец был частью храмового комплекса Шанцингун. Это место поклонения китайских императоров. В списке находок также изделия и фрагменты предметов искусства, претендующих, по словам археологов, на статус всемирного культурного наследия. Исторические подробности у наших корреспондентов. Раскопки на юго-востоке Китая в провинции Дзянси начались четыре года назад. Тогда археологи и представить не могли, насколько масштабным окажется результат. В ходе реализации проекта специалисты обнаружили древний даосский храм. Мы проанализировали обнаруженные исследователями даосские руины и непосредственно в месте раскопок в радиусе 30 квадратных метров. По словам экспертов, руины представляют собой остатки храмового комплекса Шанцингун в переводе с китайского «дворца высокой чистоты» – месте поклонения нескольких китайских императоров. Мы получили четкую картину основных характеристик даосской деятельности здесь. Обнаружили суперпозицию геологических слоев времен династий Сун, Юань, Мин и Цин, а также архитектурных стилей этих периодов. Дворец был центральным местом последователей даоссизма – древней религии, в основе которой учение о дао – пути достижения гармонии. Фокус веры на регуляции взаимодействий инь и янь и насыщении космической энергии Ци. Храм был построен во времена династии Сун более тысячи лет назад. На данный момент археологи раскопали 5000 квадратных метров дворца. Находки поражают – кусочки фаянсовых и фарфоровых изделий, а также глазированные элементы древней храмовой живописи. По словам экспертов, такие открытия претендуют на статус всемирного культурного наследия. Мы будем охранять место раскопок и планируем разработать ряд выставок, которые представят общественности результаты наших исследований и усилий по защите нематериального культурного наследия. Гордости археологов нет предела. Открытие станет важным вкладом в исследование истории Древнего Китая и совсем скоро предоставит ценителям возможность познакомиться с уникальными историческими реликвиями. Виктория Слепцова, CGTN О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok